Вы знаете, сегодня я хочу с вами поговорить о таком вот незаврядной личности, как Маяковский. Маяковский для меня это такой поэт, который в буквальном смысле перевернул весь русский язык. То, к чему стремился Александр Сергеевич Пушкин, он ведь, Александр Сергеевич Пушкин, создал красивый певучий русский язык. Впрочем, конечно же, до этого и тоже делали Гаврила Романовича Державин, к примеру, и многие другие поэты тоже старались улучшать русский язык. Вот, его, скажем так, улучшать стенки и все такое прочее. Но именно Маяковский, по крайней мере, по моему мнению, в буквальном смысле этого слова, видоизменил его. Ведь Маяковский это футурист, а футуристы это такие, извините за такое новомодное слово, парни, которые, в буквальном смысле, поразгласили себя новыми поэтами, творцами нового. Вот, они решили, в буквальном смысле, изменить все, не зверзгнуть, извините, ну, в общем, опустить на землю Александра Сергеевича Пушкина, то есть его убрать с пьедестала почета и все такое прочее. И, по моему личному мнению, у них это практически получилось. Конечно же, это время уже прошло, вот, но этот век довольно-таки долго продержался, скажем так. Вы, наверное, меня не понимаете, о чем я говорю, и, возможно, вы не будете это видео смотреть, вот, потому что оно большое. Но вы должны понимать, что футуристы, они творили, писали, печатались во времена Советского Союза. Плюс-минус, вот, и они, в буквальном смысле этого слова, все воспевали Советский Союз, потому что в то время была жесточайшая цензура, вот, и все, в буквальном смысле этого слова поголовно, должны были воспевать Великую Октябрьскую революцию. И Маяковский это очень отменно, скажем так, делал, вот. Я лично в школе изучал одно его стихотворение, вернее, даже учил, вот. И оно было поистине поэтическим, абсолютно отличалось от всех других стихотворений Маяковского. Вот, и мне кажется, дальше что-то в его творчестве пошло прахом, потому что он стал писать такие вот жесточайшие стихотворения, конечно же, и у Сергея Есенина были тоже жесточайшие стихотворения, но он тоже такой был с мазбродной личностью, любил кутить, много чего сделать, и обстоятельства его смерти до сих пор остаются загадкой для многих. То ли он покончил с собой из-за того, что буквально в смысле этого слова, ну, потерял смысл к своему творчеству, потерял нить творения, вот. И буквально в смысле этого слова не смог дальше писать, вот. Потому что у него стихи были довольно-таки сильные тоже, вот. И мне они очень нравились, у нас в классе был школьник один, который поистине хорошо знал и очень с выражением читал одно его стихотворение или поэму «Чёрный человек». Рекомендую к прочтению очень сильное произведение, и, возможно, откроет вам тайны на всё, что связывала жизнь Есенина, и что в нём происходило в этой жизни, что в этой жизни происходило. Но в этом видео я говорю о Маяковском. Ну, что можно сказать ещё? Маяковский – это такой человек, который ещё, по-моему, страдал боязнью микробов, вот. И он, собственно говоря, ходил везде в перчатках, в буквальном смысле этого слова, потому что он боялся заразиться, вот. У нас дома были томы, тома, много томов Маяковского, вот, но мы их, по-моему, куда-то унесли, потому что сейчас Маяковский уже не воспринимается современным обывателем. А всё дело в том, что он родился в то время, когда такой язык был понятен всем слоям общества. Его... Ах, как бы это объяснить? Новомодные слова, которые он придумывал, уж не знаю, в каком пьяном ли бреду, не пьяном ли... Я лично не знаю, как он придумывал эти слова. Конечно же, у меня в средстве моих стихотворений тоже есть футуристические стихотворения. Я этим, скажем так, не горжусь. Вот, но... Если я сейчас вспомню, я завершу данное огромное видео этими словами. Я знал такого Маяковского. Он под забором что-то выл, как будто хотел чего-то московского достать из полуголых вилл. На этом я и хочу закончить данное видео. Но лучше еще раз повторить данное высказывание из моего стихотворения. Я знал такого Маяковского. Он под забором что-то выл, как будто хотел чего-то московского достать из полуголых вилл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан